СИЛЬВЕР ФОЛЛ Техника и яркая палитра. Графический движок густо облагорожен всевозможными спецэффектами. Кроме того, все статичные объекты в игре абсолютно разрушаемы. Инфернал. Геймплей игры представляет собой шпионский боевик, где необходимо не только драться, но и прятаться от врагов. Основной упор сделан на оружие и специальные возможности героя. Тест-драйв Unlimited. Если вы не прочь обменять свою тюнингованную японку на красную Феррари с открытым верхом, то вам определенно сюда солнце, море и классическая музыка прилагаются. Привет, друзья! Это снова я, Борик и Фак, программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Надо сказать, что вопросов этих с каждым разом все больше и больше. Разработчики из Метрополис Софтвер создали игру, которую оценить однозначно не получается. Инфернал — это игра об извечной проблеме противостояния добра и зла. По сути, это обычный боевик, но со временем начинаешь вживаться во все происходящее. Команда разработчиков Метрополис создает игру таким образом, чтобы она больше напоминала видеофильм, нежели обычный компьютерный экшен. Инфернал наполнено кинематографическими погонями на автомобилях, перестрелками и драками. События развиваются в совершенно разных локациях. Игроки побывают в альпийских селах и средневековых замках, на гигантских электростанциях и других индустриальных территориях. Вы сможете использовать все, что попадает вам на глаза в качестве оружия или защиты. А искусственный интеллект противников радует своим разнообразием. Враги могут перебираться через препятствия, прыгать, перекатываться, искать укрытия и так далее. Игра поступила в продажу 9 марта 2007 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 256 МБ видео, а также 1,5 ГБ на жестком диске. Геймплей игры представляет собой шпионский боевик, где необходимо не только драться, но и прятаться от врагов, которые, кстати, ловко противостоят агенту Леноксу и эффективно используют в бою детали интерьера уровней. Захватывающий сюжет игры нелинейен и изменяется в зависимости от действий игрока, а основной упор сделан на оружие и специальные возможности героя. Наша оценка 5 баллов с минусом. Игра поддерживает физический акселератор Agia Physics, что обеспечивает высокий уровень достоверности физической модели. Кроме этого, графический движок поддерживает все современные технологии. Шейдеры версии 3.0, Normal Mapping, физические правильные тени, а также полноэкранные эффекты постобработки. В общем, не картинка, а конфетка. Наша оценка в внешних данных 5 баллов. Озвучка игры — это не просто пустой звук. По музыке можно определить начало и конец боя. Мелодии меняются от уровня к уровню и очень хорошо вписываются в атмосферу игры. Жаль, что музыка — это единственный хороший звук в игре. Все остальное выполнено отвратно. Конечно, не все так плохо, но это уровень средней проходной игрушки. Только 4 балла мы ставим за звук. Infernal — это экшен от третьего лица, повествующий о нелегкой судьбе Райана Ленекса, лучшего из лучших агентов ада. Вся эта история сдобрена современной графикой, неплохим музыкальным сопровождением и, главное, интересной идеей. Наша общая оценка игры — 5 баллов, но с минусом. Игра оставляет двоякие впечатления. С одной стороны, игра сделана достойно. Хорошие внешние данные, интересный сюжет и геймплей. С другой стороны, уже через пару дней об игре можно забыть. В общем, это игра на любителя, так как подкупает она только с современной графикой, боями и, конечно же, необычностью, загадкой. Если вы купились на эту удочку и столкнулись с нереальными, инфернальными трудностями, тогда смотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. А помогите пройти первого босса. Это такой черт в голубой сфере с автоматом. Ничего у меня не получается. Поможем. Чтобы его убить, нужно использовать свои особые возможности — огненный выстрел. Для этого нужна манна, стреляя по лампам на потолке. Когда враг будет занят восстановлением света, выстрели в него и так три раза. Следующий вопрос. Я дошел до завода, где телепортом отодвинул котел с жидкой сталью в сторону, но куда идти дальше — никак не соображу. Отвечаем. Телепортируйся на другую сторону у котла и быстро жми на кнопку на стене. Слева будет мост на тросах. Надо либо кинуть туда гранату, либо выстрелить в цепи. Следующий вопрос. Не могу пройти второго босса, все перепробовал, помогите мне. Отвечаем. Во время боя постоянно появляются обычные враги. Их нужно использовать, чтобы зарядиться манной. А босса убивает дьявольскими выстрелами. Следующий вопрос. Не могу пройти лазеры. Их две штуки, никакие невидимые прыжки и телепорты не помогают. Помогите хоть вы. Без проблем. Рядом есть лестница наверх, но деревянный настил. Залезаешь и оттуда стреляешь по этим лазерам. Сильверфолл. Это довольно необычное РПГ, разработанное силами украинско-французского коллектива. По версии создателей игры, после изобретения правого двигателя, мир поделился на сторонников магии и сторонников технологии, которые немедленно начали враждовать друг с другом. И тут в королевство вторглись темные легионы. Компания Atari отправила в печать фэнтезийную экшен-ролевую игру Сильверфолл, созданную киевской студией Киев Геймс. По сюжету игрокам предстоит остановить очередное пришествие тьмы в мир Нелф, в котором разгорается война между сторонниками науки и приверженцами магических учений. Большая карта разбита на связанные между собой зоны. В одних обитают люди и эльфы вместе с ожившими деревьями великанами, морскими чудовищами, минотаврами. В других — гоблины и тролли, вооруженные до зубов, окруженные механическими драконами, заводными куклами, роботами и другими порождениями причудливой механики. На прилавках магазинов Сильверфолл появился 10 марта. В скором времени должна выйти локализованная версия от Акеллы. Системные требования к игре таковы. Процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативной и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске Сильверфолл займет 3 ГБ. Что касается геймплея, то нам позволят самим решать, на чьей стороне сражаться и какие средства уничтожения использовать. Вы можете выбрать себе представителя одного из четырех классов, а также определить двух из восьми имеющихся спутников. Во время странствий команду смельчаков атакует более 150 разновидностей противников, а накопленный в боях опыт можно потратить на постижение 130 умений и навыков. Единственный минус – сюжет. Он предельно линейен и лишен каких-либо анимированных роликов. Четверка за геймплей. Говоря о графике, прежде всего стоит отметить то, что игра поддерживает устройства Ageophysics, которые позволяют создавать максимально приближенные к реальности физические модели. Но это далеко не главное достоинство Silverfall. В игре также применяется технология Cell Shading. Благодаря всем этим нововведениям Silverfall выглядит на все пять баллов. Музыкальное сопровождение максимально приближено к золотой середине, когда играющая фономелодия не усыпляет и не отвлекает от происходящего на экране действия. Зато хромает озвучка персонажей. Не очень удачно подобраны актеры. Здесь, судя по всему, сказался небольшой бюджет и огромное количество диалогов. Четыре балла за звук. Великолепная графика, средненький геймплей и неплохое музыкальное сопровождение. Silverfall — это не блокбастер с многомиллионным бюджетом, но и не самородок, созданный гениальной командой разработчиков, а просто хорошая ролевая игра. Твердую четверку получает сегодня Silverfall. Silverfall — это фэнтезийная ролевая игра, которая использует современное графическое ядро, огромные изменяющиеся динамические локации и предлагает нам по-настоящему интересный ролевой геймплей. Одним словом, всем поклонникам жанра рекомендуется, не пожалеете. А чтобы коварные повороты сюжета не завели вас в тупик, мы подготовили несколько советов по игре Silverfall. Вопрос. А чем отличаются расы и какого героя лучше выбирать в самом начале? Отвечаем. Раса определяет уникальные навыки. У эльфа это возможность бесплатно кастовать заклинания. Сама прокачка похожа на Diablo 2. Любым персонажам доступны все виды навыков, кроме уникальных. Делятся на боевые, три школы, магические, элементарные, белые, черные, уникальные и специальные, природа или техника. Все расы так или иначе сбалансированы, поэтому выбирать стоит, исходя из того, какие умения вы хотите видеть у своего героя. Вопрос. А можно ли играть одиночкой? Или обязательно надо набирать себе команду? Отвечаем. Одиночкой можно играть, вы сами решаете, приглашать народ или нет. Но брать напарника хотя бы одного очень желательно, так как попав в окружение, можно из него и не выбраться без посторонней помощи. Отсюда и такая сложность. Игра рассчитывалась на партию. Вопрос. А почему герой прокачивается, а монстров убивать все так же сложно? Отвечаем. Большого смысла в прокачке нету. Монстры растут вместе с героем. Что убивать зомби на пятом уровне, что на двадцать пятом одно и то же. Смотрите во второй части программы. Test Drive Unlimited. Если вы не прочь обменять свою тюнингованную японку на красную Феррари с открытым верхом, то вам определенно сюда солнце, море и классическая музыка прилагаются. Command & Conquer 3. Tiberium Wars. Гипертрофированные масштабы, игрушечная техника и яркая палитра. Графический движок густо облагорожен всевозможными спецэффектами. Кроме того, все статичные объекты в игре абсолютно разрушаемы. Смотрите во второй части программы. Command & Conquer 3. Tiberium Wars. Гипертрофированные масштабы, игрушечная техника и яркая палитра. Графический движок густо облагорожен всевозможными спецэффектами. Кроме того, все статичные объекты в игре абсолютно разрушаемы. Test Drive Unlimited. Если вы не прочь обменять свою тюнингованную японку на красную Феррари с открытым верхом, то вам определенно сюда солнце, море и классическая музыка прилагаются. Знаменитая стратегическая серия из первых эпизодов которой возник целый жанр возвращается. Command & Conquer по праву считается легендой. Разработчики многих современных проектов до сих пор ориентируются на стандарты, идеи и приемы, заложенные в этой игре. Однако третья часть не просто возрождает давние традиции. Она выводит сериал на какой-то новый уровень, провозглашая начало следующей эпохи в развитии жанра стратегии реального времени. Земля. 2047 год. Период относительного мира и спокойствия быстро закончился и братство Нот, возглавляемая Кейном, развязала Третью Тиберианскую войну. На поверхности истерзанной планеты снова выросли грибы атомных взрывов. Однако коалиционные силы GDI на этот раз оказались не готовы к боевым действиям. Последний оплодзаконности и справедливости несет огромные потери под ударами нот, а планета тем временем медленно умирает. Продажи Command & Conquer 3 появилась 28 марта. Разработчик заменитая студия Electronic Arts. В России локализацией игры занимается компания Soft Club. Системные требования к игре следующие. Процессор с частотой 2 ГГц, 512 МБ оперативный и 128 МБ видеопамяти. На жестком диске Tiberium War займет 3,5 ГБ. По геймплею Tiberium Wars больше всего напоминает Command & Conquer Generals самую сбалансированную игру серии. Танки уничтожают пехоту, вертолеты танки, а пехота понятное дело авиацию. Система сбора ресурсов также вернулась к изначальному сбору Tiberium. А неповоротливые Харвестеры станут самой легкой добычей вражеских партизан. Маленькие тактические хитрости вроде укрывания пехоты в зданиях и окапывания на месте также остались в силе. Пятерка за геймплей. Графика Tiberium Wars это просто переведенная на 3D рельсы картинка старого доброго плоского Command & Conquer. Гипертрофированные масштабы, игрушечная техника и яркая палитра. Графический движок пусто облагорожен всевозможными спецэффектами. Солнечные блики отражаются на полированных боках танков. Выстрелы по земле поднимают пыльные фонтанчики и крошат асфальт. Кроме того, все статичные объекты в игре абсолютно разрушаемы. 5 баллов за внешний вид. Музыка и звуковые эффекты не вызывают никаких негативных эмоций. Все грохочет, взрывается и крошится, а на фоне играет фодрая мелодия, больше напоминающая марш. Солдаты кричат и сквозь помехи докладывают о выполненных поручениях. Пятерка за звуковое оформление. Помимо всех вышеописанных достоинств, захватывающие перипетии сюжета третьего Command & Conquer подаются в полноэкранных видеороликах с участием живых актеров. Судя по всему, Electronic Arts в очередной раз оправдали звание одних из лучших разработчиков компьютерной индустрии. Command & Conquer Tiberium Wars сегодня круглый отличник. В Command & Conquer Tiberium Wars история вторжения на землю инопланетных захватчиков раскрывается в трех десятках эпизодов. Вы сможете оценить события и пройти игру за каждую из сторон GDI, Node и чуждых людям-инопланетян. А чтобы ваше знакомство с игрой прошло как можно приятнее, мы подготовили ответы на ваши самые частые вопросы. Вопрос А как лечить пехоту и ремонтировать технику? Отвечаем Техника ремонтируется, когда находится рядом с заводом или когда прокачается до третьего уровня. В этом случае ремонт происходит сам по себе. Лечится только некоторые рода войск после соответствующего апгрейда, но вряд ли это будет вам полезно. Средний бой происходит за несколько секунд и лечить кого-либо просто нет времени. Вопрос Я атаковал базу нодов и там какие-то невидимые пушки. Как мне с ними бороться? Отвечаем Вокруг должны стоять столбики генераторов невидимости. Разрушить их тяжело, поскольку они обставлены разными зданиями, а через преграду юниты не стреляют. Поэтому старайтесь забрать с собой тяжелые танки и крушить с большого расстояния генераторы невидимости. Вопрос Объясните, для чего нужна опция хэндикэп в Скирмише? Отвечаем Хэндикэп с помощью этой функции можно дать фору оппоненту или себе. Вопрос А как прокачивать юниты и что это дает? Отвечаем Юниты за убийство врагов получают опыт, кроме базового может быть три уровня прокачки. В массовом сознании автогонки давно и прочно ассоциируются с серией Need for Speed. Electronic Arts прекрасно понимая это, каждый год успешно продает одну и ту же игру, тасуя изменения и добавляя по чайной ложке за раз. А игроки и пресса тем временем увлеченно обсуждают фотомоделей, снявшихся в последних трех частях, выясняя какая же из них самая-самая. Меж тем, более 10 лет назад, когда NFS только-только появился на свет, ему приходилось конкурировать с Test Drive, другим лидером рынка, первая часть которого вышла еще в дремучем 1987 году. Под разработку Test Drive Unlimited был выделен приличный бюджет и главное достаточное количество времени. Учитывая, что Xbox 360, под который изначально разрабатывалась игра, отличается продвинутыми онлайн-возможностями, было решено максимально интегрировать их в игру. Жанр Test Drive Unlimited создатели определяют как Massively Open Online Racing по аналогии с массовыми онлайн-РПГ только про автогонки. В действительности Eden Studios в этом деле далеко не пионеры. Эксперименты в жанре онлайн-гонок велись и раньше. Достаточно вспомнить Motor City Online, которая отпочковалась от серии Nick for Speed в 2001 году. Но 5 лет назад их время так и не пришло. А сейчас в индустрии все обстоит совсем по-другому и популярность онлайн-овых проектов неуклонно растет. Игра поступила в продажу 6 марта 2007 года. Рекомендуемые системные требования процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти, 7,5 ГБ на жестком диске, а также видеокарта уровня Radeon 9800 или GeForce 6600GT и 512 ГБ Разработчики высоздали для игры целиком весь остров Оаху. Тут, к сожалению, возникает сразу два неприятных но. Во-первых, здорово ездить по настоящим дорогам, а не по зажатым бетонными заборами кишкам с возможностью свернуть куда хочется. Но добираться до точки назначения по автостраде полчаса реального времени это уже слишком. Во-вторых, пейзажи за окном и ландшафт в целом весьма однообразны, но наша оценка геймплея 5 баллов. Надо учесть множество других особенностей игры. Пара слов о графике. Есть ощущение, что яркая световая палитра сделана в противовес депрессивным цветам основного конкурента. Большая часть острова покрыта одинаковыми текстурами и деревьями. Такова плата за размер. Зато с эффектами все в полном порядке. Игра светотения выглядит просто на ура. Про великолепные машины уже было сказано, но полицейские и гражданские драндулеты могли бы выглядеть И последний штрих это радиостанции. Настоящий хит сезон радиоклассика. Только там можно услышать произведения Моцарта, Бетховена, Баха и Чайковского. Именно эта музыка позволяет по-настоящему почувствовать характер нового тест-драйв. Нестись к абриолете по встречной полосе, под звуки полета Валькирии Вагнера. Совершенно изумительное и главное уникальное ощущение. Ни один конкурирующий продукт ничего такого не предлагает. Если вы не прочь обменять свою тенингованную японку на красную Феррари с открытым верхом, то вам определенно сюда солнце, море и классическая музыка прилагаются. Наша общая санка игры 5 баллов. На сегодня тест-драйв Unlimited видится очень крепким проектом, который при определенной удаче может отхватить часть аудитории у непотопляемого казалось бы Need for Speed. Особенно после того, как недавний Карбон продемонстрировал полное творческое бессилие своих авторов. А тут как раз новый тест-драйв со своим революционным онлайн-геймплеем автопарком, полным шикарных машин и мотоциклов, ярким южным солнцем и классикой в качестве музыкального сопровождения. В общем, если эта игра вам не безразлична и есть вопросы, тогда смотрите дальше, и мы ответим. Первый вопрос. Помогите, меня бесит физика в игре. Есть ли возможность сделать ее реалистичной? Отвечаем. Да, нужно отключить помощника, но для этого надо достигнуть чемпионского титула. Следующий вопрос. Подскажите, а где можно достать карту? Отвечаем. Карта есть в папке с игрой Extras Map проекта 510 на 360 расширение PDF. Следующий вопрос. А как мне пройти гонку вокруг острова на время? Третий раз прохожу и все время на втором месте. Отвечаем. Возьми машину или мотоцикл класса А. Следующий вопрос. У меня сильно тормозит игра в местах, где большой трафик. А можно его убрать? Отвечаем. Только если удалить папку трафик с директорией с игрой. Следующий вопрос. А что делать, если получил три звезды от копов, а деньги не хочется тратить? Сколько надо ждать? Отвечаем. Надо уезжать от них как можно дальше. Причем только по дорогам. Тогда звездочки уменьшаются. Но три звезды уже нельзя снять. Хотя если постараться, то иногда получается. На сегодня это все. Меня зовут Борик Роттер и это был Факт. Заходите в форум на сайте муз.тв.ру Я и там общаюсь с вами. Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobakamussdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. Пока! Пока!